Комнатные цветы в интерьере детской комнаты Польза цветов в детской Цветы и растения в детской комнате оказывают благоприятное воздействие на ребенка. Многие комнатные растения поглощают токсические вещества, пыль и самое главное обладают фитонцидными свойствами. Некоторые виды домашних растений образуют огромное количество биологически активных соединений, убивающих бактерии или подавляющих рост и развитие, а также помогающие восстановить защитные силы организма ребенка. Неоспоримый факт, что число патогенных микроорганизмов в воздухе детской комнаты снижается более чем на 50% в помещениях с фитонцидными растениями. К таким растениям относятся каланхоэ, цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины, хлорофитум, лавр, статифилум, алоэ, аспидистру, гибискус, мирт обыкновенный, пиларгониум, розмарин, эскалипт. В листьях этих растений содержатся эфирные масла, благотворно влияющие на дыхание. Эфирные масла цитрусовых культур воздействуют на кишечную палочку и стафилококков. Но при этом некоторые из этих растений могут обладать аллергическими свойствами. Например, известный случай аллергии на пиларгонию, гирань, давно известные привычные растения, которые выращивали в домах еще наши бабушки. Вредители комнатных растений, различные грибки, тоже часто вызывают аллергию. Комнатные растения для детской должны быть чистыми и здоровыми. К счастью, аллергия есть не у всех и не на все. Даже если у ребенка есть аллергия на мандарины, то вовсе не обязательно наличие аллергии на цитрусовые растения в комнате. Разумно разместить в детской комнате хорошо известные цветущие растения. Декабрист, фиалку, бегонию, фуксию, бальзамин. Все они не ядовиты, просты в уходе и имеют привлекательный вид. Миллионы детей благополучно выросли в квартирах с этими цветами. Лучше поставить на окно именно такое незатейливое, давно известное растение. Для детской подойдут азиантум, аспарагус, гибистус, колонхоя, колиусы, папоротники, статифилум, хлорофитум, циссум, цитрусовые и хвойные. Не годятся для детской комнаты колючие кактусы, растения с мелкими, осыпающимися листьями и плодами, цветы с сильным запахом. Ребенок стремится все исследовать. Годовалый ребенок тянет в рот все, что его заинтересовало. Крайне нежелательно, чтобы это были листья молочая с ядовитым соком, красные плоды, декоративного перца или ягоды послена. Когда малыш учится ходить, он опирается на все, что попадает ему под руку. Высокие подставки для цветов, которые могут легко опрокинуться, не подходят для детской. Любопытство детей беспредельно. Ребенок старается дотянуться до всего, до всех интересных вещей, поэтому ампельные растения с длинными стеблями тоже могут представлять опасность. Потянув за стебли, малыш может уронить на себя горшок. Стоит подумать о том, что большое растение, монстера, например, может не принести здоровью ребенка никакого вреда, но элементарно напугать его ночью в темноте, отбрасывая страшную тень от уличного фонаря на стену детской. Малыши детсадовского возраста обладают развитой фантазией и повышенной эмоциональностью. Они могут днем видеть красивое растение в своей комнате, а ночью – страшного дракона с растопыренными лапами. При этом вы не будете даже догадываться, почему ребенок плачет по ночам. Дети постарше заинтересуются уходом за домашними растениями, будут поливать и опрыскивать. Чтобы интерес не угас, растение должно свистеть, часто выпускать новые листья, расти в интересном горшке. Посадите черенок бальзамина, другое название – огонек, недотрога. Через несколько дней у него появятся корни, потом молодое растение тронется в рост и всего через полтора-два месяца покроется яркими цветочками. Многие комнатные растения – молочаи, сикусы, дефенбахии – выделяют ядовитый сок, который может вызвать отравление ребенка. Но этот сок обычно сразу же вызывает раздражение стызистых оболочек, как слезотечение, сжение. Кроме того, имеет горький вкус и неприятный запах. Следовательно, много отравы ребенок не проглотит. Но вам долго придется промывать глаза и нос вашего плачущего малыша, чтобы снять раздражение от сока растений. Потом еще дольше его успокаивать. И это только потому, что он потрогал листики, а затем потер ручкой лицо. Растения иногда обрабатывают инфектицидами. В грунте, купленных в магазине комнатных цветов, бывают капсулы с гормонами или удобрениями. Эти вещества ни в коем случае не должны попадать в детскую. Относитесь ответственно к выбору растений для детской комнаты, как, впрочем, и для всей квартиры, где живут дети. Относитесь! 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 Отно?